Разве нам стоило уходить? Фэлл серьёзно поранился. Где эти детские кости? Мы же его не оставили? Нет, он открыл какую-то странную дыру и ушёл. Что? Почему пол топкий? Это песок. Носок? Песок. Носок-песок. Сваб, ты в порядке? У вас тут всё нормально? У вас такой вид, будто кто-то умер. Воу, ладно. Ну, надеюсь, вы тут отлично прольёте время. Ну, тут и вправду очень мило. Да, а ещё тут красивый океан. Он как будто бы бесконечный. Да, это круто. Но к нему нельзя приближаться. Почему? О, там живёт гигантское морское чудовище. Оно нападает на всех, кто заходит в воду. Ну, и куда нам дальше? Эй, нам пока нельзя уходить. Тут ещё кое-что есть. Мы можем пойти исследовать джунгли или зайти ко мне домой. Да, классная идея. Нам ещё нужно дождаться, когда Сваб вернётся. Ей! Ладно, мой дом в той стороне. Это корабль? Да, это мой дом. Однажды я хочу починить его и выйти на нём в океан. А как же морское чудовище? Ну, тогда я и узнаю, нападает ли он на корабли. Звучит опасно. Звучит как приключение. Хм. Я надеялся, что Сваб придёт сюда. Надеюсь, он не зайдёт в воду. Ой. Да, надо было предупредить вас до того, как мы попали сюда. Только всё равно всё будет хорошо. Если он зашёл в джунгли, кто-то расскажет ему о морском чудовище. Мы всё о нём знаем. И ты всё равно хочешь выйти в океан. Это будет весело. Уходи, пират! Что? А? Ты не пират? Конечно, нет. Упс. Прости, что атаковала тебя. Или, ну, за попытку. Тебя вроде как тут раньше не было. Ты пришёл сюда с внешней стороны барьера? А? Барьера? Он безобидный. Просто никто сюда никогда не приходит. Получается... Ну, тем не менее, я Андайн. Как тебя зовут? Пап, а... Сваб. Если меня тут не должно быть, я могу уйти. Я всё равно просто бродил. Ты не любишь пиратов? Нет. Они плохие. Плохие? А этот остров ими просто кишит. Пока что я встретил только двух, но... Они показались мне неплохими. Значит, у тебя нет того, что им нужно. Это пираты. Если они хотят то, что есть у тебя, они это отберут. Но чего они хотят? Человеческие души. Для короля пиратов. Эй! Что нам делать, если Сваб не вернётся? Или не сможет найти нас? Или его съест морское чудовище. Не смешно. Он будет в порядке. У меня появилась идея. Мы можем достать отсюда кое-каких штук. И зажечь бивачный костёр на пляже. Если он не появится до тех пор, пока не стемнеет, мы можем разделиться и пойти искать его. А огонь будет показывать нам, куда возвращаться. Итак. У нас есть брёвна, камни, закуска. Вперёд! Мы можем достать ещё брёвен и веток из джунглей. На случай, если огонь начнёт гаснуть. Эй! А как вы вообще оказались на этом острове? Это долгая история, наверное. Был король пиратов. И его сын. И какие-то люди. Оу! Точно так же, как и в наших мирах. Только без пиратов. Ага! Не-хе-хе! Ладно, тогда расскажу полностью. Морское чудовище тоже с этим связано. Давным-давно король пиратов был владыкой морей. Люди не могли безопасно путешествовать по морям. Они хотели остановить его. Многим мирным монстрам платили, чтобы они его поймали. Однако он был слишком могучим и всегда побеждал их. В конце концов, человеческая ведьма похитила сына короля. С его помощью они заманили короля на этот остров, запечатав всех, кто последовал за ним в барьер. Давным-давно король пиратов был владыкой морей. Люди не могли безопасно путешествовать по морям. Им нужно было остановить его. Некоторым монстрам заплатили, чтобы они его поймали. Однако он был беспощадный, и им не удалось схватить его. Затем сын короля подружился с человеком. Они пытались объединить людей и монстров. Но отказ короля, в конце концов, привел к войне. Принц предложил себя в качестве наживки, чтобы заманить пиратов на этот остров. Запечатав всех, кто последовал за ним в барьер. Вау, а где король теперь? Он достал откуда-то дирижабль. Так что он летает по небу, наверное, чтобы избегать морского чудовища. Морское чудовище? Ага. Это гигантское чудовище, которое нападает на любого, кто зайдет в воду. Я не уверена, почему. Кажется, он не хочет ни с кем разговаривать. Люди пытались с ним разговаривать? Конечно! Он заточил нас на этом острове. Этому должна быть причина. Только если он не умеет нас отличать. И думает, что мы все пираты. Может, потому что мы все монстры? Но зачем ему это, если он сам монстр? Аааа. Может, это другой вид монстра? Другой вид? Он немного похож на Онион Сана, так что... Что значит другой вид? Ну... В моем ми... Ааа... Там, откуда я родом, есть история. О монстре, который поглотил человеческие души. И он изменился и превратился во что-то другое. Вау. Никогда о таком не слышала. Ну... Я слышала, что монстры могут поглощать человеческие души. Но никаких историй об этом нет. На удивление. Это странно. Я тебе верю, но... Это значит, что Асгор ни разу не поглощал человеческую душу. Я всегда считала его злым, но... Теперь я не уверена. Ну... Ничего страшного, что ты не знаешь. Если ты готова к любому исходу. К борьбе за или против Асгора. Ты прав. Хе. А ты умный, Свап. Спасибо, но... Эээ... Я сказал это только потому, что не стал бы сражаться с Асгором. Я просто не вижу смысла. Хм... В общем... Я оставил своих друзей. Так что мне стоит вернуться к ним. О, точно! Конечно! Весело поболтали. Ага. Увидимся! Пока! Я выставила себя идиоткой! Отлично! Интересно, можно ли сжечь корабль? Или для этого нужна взрывчатка? Упс! О, Санс! Извините, мне не стоило вот так уходить. Мне нужно было время подумать. Я рад, что ты в порядке! Ага. А что это? О, мы собирались зажечь костёр. И разделиться, чтобы тебя искать. Хех. Ну, дождавшись ночи, конечно. А, ребят, мне нужно остаться здесь со своим бро. Так что... А... Веселитесь и исследуйте! О, пока. Давайте на этот раз пойдём в мой мир. Я хочу, чтобы вы познакомились с моим бро. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!